всем двое друзья меня зовут Сергей Лав вы смотрите канал Unchained LP на ютубе и это фактория в общем то мы подошли в прошлой серии к тому что нам нужно ускорять производство всех элементов по сути дела и поэтому я займусь быстрыми манипуляторами с крафчей сразу пять штучек в их крафте используются простые манипуляторы как вы видите так что мы вот эти манипуляторы мы их не выкинем мы их просто снимем демонтируем в дальнейшем просто они превратятся нас в быстрые манипуляторы но смотрите быстрый манипулятор крафтится из схем и пластинок плюс простой манипулятор в свою часть простой манипулятор тоже крафтится из схем и пластинок вы видите потребление увеличивается в игре намного быстрее чем я думал так где быстрый там а вот вижу быстрый таким вот образом размещаем все, теперь здесь засора не будет, по крайней мере не должно быть, но я не уверен что нам хватит скорости, то есть скорости производства именно возможно здесь придется ставить уже улучшенный автомат, но пока что я, по-моему все нормально пока что, что у нас с банками вообще происходит, ребята все лаборатории у нас работают потому что видите, сильно меняется все, но нет, по-моему баночки есть в каждой лаборатории, а если она приезжает, то естественно в первую очередь потребляет вот этот, берет, если в нем не надо, то этот возьмет, если не надо этот, этот и так далее то есть есть зеленых банок, хоть и не полный здесь верениц но это означает, что все нормально вот плюс, то что здесь есть вот эти крутые сборочные столики означает, о, кстати, ребята а вот теперь я вижу видите, есть параметр pollution, загрязнение здесь он 3, здесь он 2,4 именно вот на это загрязнение pollution 1,8 pollution, здесь, нет, здесь pollution вообще никакого нет именно вот это загрязнение будет означать, когда на нас начнут набегать то есть когда, видимо, суммарно или на площади оно превзойдет там какую-то единицу какую-то сумму тогда на нас начнут нападать то есть именно вот за счет вот этого загрязнения это новый атрибут, не знаю, насколько новый, но раньше его не было в версиях 0, там 3 каких-то эффективность лаборатории, видите, нам еще очень-очень долго исследовать и я даже не знаю стоит ли он здесь, допустим, заменять на столик видите, схемы у нас стали здесь собираться то есть нормально все теперь со схемами, то есть максимально производим сколько можем так, ну давайте я все-таки хочу озадачиться поиском улучшенных плавилин потому что я хочу быстрее получать ресурсы как видите, у меня по-прежнему не скапливаются я не вижу, чтобы было где-то скопление вот этих железных пластинок и поставить сюда я, конечно, могу поставить вот сюда еще этих печей сдвинуть вот этот манипулятор еще сюда но это не то, что я хочу организовать значит, давайте опять углубимся в рассмотрение опять же, вот эти модули у меня вопрос, могу ли я вставлять, допустим, в этот слот зеленый модуль или то, что он покрашен синим, означает, что только синий ладно, давайте проверим закрафтим ага, закрафтим их еще изучать надо прошу прощения, мы не закрафтим ладно, тогда мы закрафтим черт, да я не знаю, что мы закрафтим может быть нам улучшить добычу ресурсов просто я не знаю, что нам потребуется понимаете, что в первую очередь конечно, надо что-то делать но это надо подумать, друзья, так что я ухожу думать и, ребят, я опять каюсь в том, что я полный валенок потому что я не признал печки вот в этих вот иконках а на самом деле это и есть печки, которые я так долго искал вот видите, мне нужно исследовать вот этот advanced material processing и у меня всего по 50 баночек то есть это не так уж и много по идее у меня откроются стальные печи которые в два раза быстрее простых печек также у меня откроется исследование вот это вот которое, собственно, здесь будет у меня видите печка электрическая она отличается да, ничем она не отличается только тем, что в нее не нужно закладывать уголь но, если честно это не настолько напряжно и я не знаю, каким образом это может скажем так изменить конструкцию вообще все механизмы то есть их принцип построения кстати, по-моему, у меня опять забито полностью производство электричество мне нужно черт мне нужен еще один вот этот вот но у меня абсолютно нет пластинок стальных которые, блин, нифига не успевают пережариваться вот, но я сейчас, ребят, что я могу сказать я жду, когда у меня доисследуется исследование лаборатории и после чего, блин, нет мне недостаточно такого объема нужно больше и больше пластинок здесь они вот никуда не употребляются, правда так, и мне еще потребуется труп, пяток лампы я переставлю вот эту поставлю ее вот сюда куда-нибудь где здесь еще требуется лампа да, вроде бы нигде они не требуются так теперь у меня зачем-то здесь каменная плавильня еще есть в руках хотя она мне не нужна на данный момент так, ставлю его вот сюда и подключаю трубами трубы, трубы, трубы вот они так я надеюсь, что они вот таким вот образом соединятся у меня да, и получилась развилочка действительно и так, разогреется до максимума температуры до сотни да, вроде бы разогрелось, смотрите-ка то есть, насколько я знаю, что чем длиннее труба тем остывает в ней, собственно, вода ну, вроде бы нормально здесь все, так да что, что не ставишься-то, так говорю есть, это, наверное, можно фонарик теперь убрать все, так, все отлично, хотел сказать я но ничего не отлично, потому что этот столб потерялся немножко все вот теперь готово то производство бы выключилось так, что у нас да, теперь видите, у нас еще есть электричество, но оно скачет то есть, потому что так, открываем вот эту схему потому что нелинейно у нас не одновременно все производится то есть что, почему так все резко залагало то есть, видите какие-то машины то работают то не работают и потребление поэтому сильно зависимое в общем, ребят, я ухожу за кадр опять, потому что будем ждать, когда эффективность лаборатории доизучится но тогда я уже думаю, очень-очень быстро доизучим печки стальные и займемся производством стали боюсь, ее придется автоматизировать это производство стали все-таки я вообще собираю здесь пластинок потому что мне ее потребуется много для того, чтобы стали тут, собственно, приготовить ну пока я вот эти печки не буду заставлять печь сталь потому что мне нужны сами пластинки чтобы с чего ее печь нужно где-то хотя бы несколько печей сделать я думаю, что если даже одну я поставлю это будет как дополнительно как будто я одно размещаю то есть это будет очень круто а на этом ожидание пошел процессор у меня уже изучение advanced material processing но это не займет много времени как видите, очень много добавляется почему? потому что лаборатории получили уже 50% бонусы и как будто эти 50 банок, которые требуются на самом деле превращаются в 25 но я имею в виду именно по скорости изучения естественно объем потребления точно такой же то есть мы увеличиваем скорость исследования но объемы остаются те же видите, баночки уже не особо сильно скапливаются особо это сказывается на красных потому что здесь всего два конвера здесь три конвера также пока я естественно стоял медитировал здесь на все это великолепие конечно это такая нубская по идее очень-очень начальные такие технологии но все равно что-то происходит да, здесь и это перекладывается здесь и это мне очень нравится наблюдать как все это движется что-то делает прям вечно могу на это смотреть потому что я ее в майнкрафт индустриальный люблю тоже поэтому почти что вот и мне натолкнуло на какую мысль электрические печки позволят мне убрать вот этот вот лишний конвейер вообще вот эту всю эту линию и если до сюда не так уж и далеко то вот эта вот лишняя тягомотина она здесь конечно же уже совершенно не нужна была бы также вот эти печки вообще можно было бы по-другому разместить потому что не требовалось бы их подводка к углю а уголь уже я бы отсылал только вот на эти генераторы я думаю мы изучим обязательно вот этот процесс адвансовый ну видите тоже тут 100 банок надо плюс печки так потребление 180 ватт а простая потребляет тоже 180 ватт ничем не отличаются единственное отличие только то что мы не будем потреблять уголь и я думаю что это все равно сделает нашу базу чуть красивее что же еще здесь можно сделать придумать я пока ребят не знаю потому что все вот эти машины которые интересно строить их интересно строить под какое-то потребление под нужду то есть вот вначале у нас нету железа а железо нужно мне руками же копать мы строим естественно добыча карьер два даже карьера то есть получаем железо но не вручную же его бегать в печке засовывать мы строим автоматическую переработку его в пластинке нам нужно исследование да там баночки красные но не вручную же эти баночки крафтить мы устраиваем автокрафт баночек красных то есть видите то есть появляется потребность и я под эту потребность сразу же строю какие-то механизмы которые автоматизируют процессы но если нет потребности допустим в миллионе стальных балок сейчас что я не знаю нужно ли нам будут то ли я сделаю 4 стальных печки и на этом все то и крафтить их не очень охота что-то вот придумывать автоматизацию под них так теперь выбор либо спид модуль изучите чтобы можно было их засовывать вот в эти вот сборочные столики хотя вроде бы скорости вот этого улучшенного сборочного столика более чем достаточно как видите схемки до сих пор копятся здесь либо все таки начать электричество изучать солнечное так же можно что-то типа такого изучите либо что-то либо вот так вот видите сборочный автомат третий у него скорость будет еще в полтора раза выше то есть без всяких улучшений возможно давайте мы и а здесь синие банки нужны вот вам и появление потребности то есть очень много здесь исследований еще есть вот допустим взрывчатка зайчатка так крыльчатка куча еще исследований на самом это потребляет только две баночки вы видите то есть так роботы тоже две банки авиация огнеметы мины даже в общем очень много их нифига себе где-то там проскользнуло вот инопланетные технологии открывают мне возможность фиолетовую жижу производить потребляется инопланетный артефакт честно не знаю даже где их сейчас брать но нужно 300 таких сурово на самом деле но очень много исследований которые могу произвести без производства синих или фиолетовых банок так где-то в дни говорили что очень много энергетическая броня потребляет ну что то здесь по исследованиям я бы не сказал видимо на производство ее очень много требуется ладно не будем особо сильно здесь рассматривать давайте лучше займемся печками я опять соберу очень много пластинок вообще максимум сколько я смогу собрать все соберу чем я бы как-нибудь вот эти то что я собираю куда-нибудь использовать но не могу такое позволить себе так отлично забрасываю сюда равномерненько примерно поскольку по 20 ну в общем сколько влезет столько и забрасываю пластинок и буду ждать когда у меня появится сталь так мне надо по 20 все таки чтобы ровненько было так и сюда сюда еще две тоже требуется сейчас забросим черт черт ладно будем ждать ребята ничего мне не остается кроме как сейчас сидеть и ждать когда у меня будет очень много много стали которую я надеюсь не пропустить черт я манипулятор упер кстати в прошлый раз я не поменял себе кирку на стальной и копал просто железный поэтому собственно никакой разницы в скорости я не заметил вот сейчас абсолютно видно что наш герой отлично выкапывает камень и мне нужно еще для того чтобы провести вот эту печку видите stone brick я подозреваю что мне нужно камень обжарить в печке на манер как это в майнкрафте делается так же я верну наверное простую железную кирку вот видите разница теперь ощутима даже можно по тому какой интервал между надписями плюс один появляется ну просто израсходовать надо не пропадать же добро этим двум киркам но если бы я знал что у меня они уже не потребуется и я перейду на остальные то конечно я бы их не делал вот но пока что у меня есть задача есть работа которой я буду заниматься за кадром черт возьми ребят я тут отдыхал и блин очень плохо случилось у меня как видите все закончилась моя халява видите что произошло я сидел в общем то пил чаек наслаждался зрелищем тем как у меня мой герой я ему зажал левую кнопку мыши и он копал совсем со всей радостью и в общем да прибежали какие то и ребята я смотрю тут какая то иконка мерцает и думаю ну не к добру это дело и точно не к добру они взяли мне и поломали конвейер а теперь они ломают и конвейер и вообще все на свете насрали блин вообще куда это убирать в общем ребят закончилась моя халява как починить интересно этот столб я могу починить этот столб вот таким вот образом отлично я починил его я его просто снял и поставил заново каким образом я могу чинить более честным или каким-нибудь более правильным я понятия не имею не вижу никаких инструментов которые бы означали репейр или что-то либо еще такое в общем ребят теперь нужно озаботиться технологиями защитными я как раз таки прям буквально за секунду до этого как заметил конки начал исследовать лазерные технологии почему потому что решил что надо бы их поставить надо все здесь наверное уже ограждать я понятия не имею если честно сколько всего мне потребуется и давайте все-таки сделаем конвейер который будет производить мне камень потому что так где где электробур потому что я хочу обнести свою базу еще и стенами дополнительно чтобы во-первых стена позволит мне хоть как-то заметить вот эту опасность что да там с этой стороны к нам прибежали а не то что я вот заметил к тому моменту когда уже меня согрызли видите конвейерные модули и очень многое я не хочу терять допустим всякие сборочные столики и прочее прочее так у меня здесь не производится сталь потому что у меня нету ровного количества пластинок внутри внутри внутрях так ладно у меня есть 16 стали и я могу скрафтить наверное себе уже одну печку печка 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 не вижу печек а стонбриков у меня нету которых я еще не произвел давайте посмотрим да камень обжигается и превращается наш камень в действительно стонбрик превращается я был прав вот лазерные технологии должны более менее быстро изучиться но тут какая-то засада произошла по ходу дела ребята затык произошел в красных банках в том именно в том что их нету грубо говоря а почему они не производятся я тоже не замечаю кто производит у нас чего не хватает вот этим лабораториям шестеренок по моему не хватает откуда шестеренки у нас приходят шестеренки у нас приходит что ж такое то не вижу я почему у меня перестала работать конструкция придется мне разбираться и кажется я понял в чем дело дело в том что у меня очень мало пластинок сюда едет и они все потребляют тупо вот этим сборочным автоматом как видите он шестеренки кладет вот сюда так как я шестеренки умудряюсь собрать когда я собираю параллельно еще пытаюсь собрать пластинки железные то следовательно они у меня оказываются в инвентаре вот это конверт не заполняется до конца то есть и из этого ничего не достается и и полностью конверт не заполнит очень неграмотная здесь постройка такая и и бы лучше отсюда как-то переделать перестроить я думаю за кадром и это буду делать но сейчас я хочу сделать себе все таки стальные печи и даже 2 могу стальных печи сделать третью все упирается сейчас в камень именно в каменный вот эти вот видите красный зеленый не могу разобрать что это из-за столба что ли такая лабуда происходит ага это от столба что-то меня вообще глючит капитально так ладно у меня есть печки теперь я заменяю оп вот эту печку и вот эту печку не надо сюда класть уголь дробь мой клади уголь вовнутрь так что-то не горят даже уголь есть о пошло дело и теперь как видите дело упирается в скорость производства потому что потому что так тут почему не производит а потому что неправильное количество опять же лежит надо больше стали вот эти две печки тоже заменить на остальные пожалуй я думаю это будет очень даже хорошо для меня и мне нужны быстрые манипуляторы которые у меня должны быть так заменяем вот эти манипуляторы на быстро и не двигай ты что-то не двигай меня я занят о как зашевелился смотрите-ка сразу все теперь печки работают на полную катушку давайте просто встанем вот здесь и посмотрим разницу здесь правда сталь плавится черт а что если стальные печки используют для выплавления стали то есть вот так вот рекурсия была чтобы делать быстрее сталь нужны стальные печки так посмотрим как с какой скорости будет здесь сталь производится нет достаточно быстрее то есть смотрите что здесь что здесь это ощутимая разница согласитесь и у меня будет теперь больше стали чем больше у меня ее будет тем больше не смогу производить я еще построю такие диодки печки но пока что я буду ковырять, продолжу ковырять камень, и если на меня начнут набегать, я опять вернусь. И что-то мне надоело копать камень руками, я решил просто-напросто поставить сюда карьер, тем более, что у меня с ресурсами проблемы нет, я могу их взять спокойно, и пусть он в сундук складывает, то есть я не буду никуда не ввести никакой такой вот, блин, линию конвейера, я просто-напросто поставлю ее сюда, и хочу изучить теперь вот этот спид-модуль, по камере в карьеры, они могут засовываться, и если у меня с ресурсами возьмем проблемы, я просто поставлю в один из буров улучшение, допустим, в каменный бур, тем более, я хотел избавиться все-таки от этого месторожения, чтобы здесь чистенько все было, вот, а сейчас у меня есть камень, который я буду обжигать, и обжигать я его хочу в... так, а ты что стоишь? Ну, как всегда, обжигать я хочу... так где же камень-то? Я не вижу его уже, вот в этой печи, потому что она очень быстрая и классная и так далее, и так далее так, я надеюсь, что стали у меня сейчас будет производиться в достаточном количестве потому что я хочу еще две печки и тогда уже... так, засуну сюда тогда уже можно будет забыть о том, что у меня заканчивается железная пластина, а с ними дефицит однозначный, хотя нет блин, тут... в общем, видите, из-за того, что я использую один и тот же конвейер для производства разных ресурсов, они все уехали и, в общем, затор везде создают неправильно, сейчас опять сюда камень заедет черт, в общем, надо теперь стоять мне здесь и караулить может быть, отдельную печку замутить для производства вот этого камня с другой стороны, я не знаю, нужен ли он мне или в каком количестве, хотя я подозреваю мне стены нужно будет делать, а стены будут делаться именно из этого камня по крайней мере, у меня сейчас нет никакого исследования нету, точнее, производства стен я думаю... так, стоп, а вот это не стена ага, стена стена делается из пяти stone brick ну что ж, ребята, вот оно и появилась у нас потребность потребность в стенах заодно я поставил здесь этот апгрейд и я не просто так его здесь поставил, оказывается я поставлю сборочный чёрт, какую сборочную? печку я поставлю здесь, стальную причём, печку так, тогда мне нужно придумать, каким образом его здесь разместить вообще-то я здесь хотел в итоге поставить ещё лабораторию, вот так вот, вторую линию но, видимо, пока я вот этот весь камень отсюда не передобуду, то и ничего не будет так, что давайте я немножко переставлю всё это дело эх, ладно обидно, конечно, что пришлось переставлять ставлю здесь конвейер здесь манипулятор наверное, быстро лучше ставить сразу манипулятор которого у меня, конечно же, нету с собой в руках так, быстро и быстренько производим потому что я хочу апгрейд поставить и здесь ставлю печку ни много ни мало, сразу стальную печку вот их сразу две ну а почему бы и нет, ребята я же могу эту сталь производить почему бы мне её, собственно, и не использовать тем более, что стены мне потребуются, я думаю, в очень быстром и скором порядке потому что у меня дела не очень ага, и вот здесь у меня проблема у меня здесь нету угля угли есть вот здесь вот ну что ж, ставим печку и ставим, тянем вот этот вот дурацкий мой конвейер вот до сюда всё, завернул отлично, теперь ставлю сюда умный манипулятор потому что он заодно и быстрый и выберу ему перетаскивать только уголь чтобы он, не дай бог, сюда ещё и медь не засовывал так, также сюда потребуется столбец и всё ну почти что всё потому что мне ещё надо это доставать оттуда так, я подозреваю мне опять потребуется быстрый манипулятор где-то быстрый а, мне нет пластинок чёрт, опять у меня всё здесь кверх дном идёт видите, тут и стали, и железо, и не железо всё что угодно здесь у меня производится так, ещё одну печечку я закажу себе ещё одну печечку я заменю так, так и эту я тоже заменю так, так, всё и вот здесь, конечно, я бы уже электрическую не отказался и зря я, наверное, скрафтал лишнюю печку хотя фиг его знает так, они все теперь у меня заняты производством железа никто не должен переплавлять я выну вот эти пластинки отсюда всё теперь дефицита пластинок у меня не должно быть также у меня не должно быть проблемы с никакими вот этими ресурсами хотя я не знаю что там с красным да, красные банки, смотрите, начали копиться но зелёные куда-то подевались хотя было их достаточно так, ладно быстрый манипулятор я могу теперь закрафтить и оп сундук оп хотя мне, наверное, ещё и камень нужно бы просто чтобы и камень был как бы и стены может быть я простой манипулятор могу поставить здесь дополнительно вот таким вот образом таким вот образом и ещё раз простой манипулятор то есть ты что я стою на том месте, на котором хочу построить это дело так электричества не хватает всей этой конструкции всё, теперь ей хватает электричества всё, лишний столб убрал всё, по-моему, отлично получилось я не уверен, что всё будет работать потому что сейчас вот этот манипулятор не работает из-за того, что по-моему, он не успевает схватить ресурсы вы видите вот незадача-то мне нужен сепаратор это однозначно мне нужен так сплиттер нет это нужен сепаратор именно как-то так он должен называться ищем логистику да, вот это фас сплиттер это не то, ребята в общем, должна быть такая штука которая позволяет разделять ресурсы на две полоски то есть идёт одна получаем в итоге две хотя, может быть, это сплиттер но не может быть, чтобы сплиттер был сплит-это именно соединятор то есть два конвейера в один он должен соединять но никак не наоборот может быть здесь нет здесь экспресс это третьеуровневые технологии то есть вообще мега-быстрая но не то, что мне требуется ладно, давайте испробуем вот этот сплиттер тогда, что ли, построить у меня как раз есть возможность его один сделать допустим так, допустим вот так да, похоже, дело сплиттер это и то, что мне надо как раз таки хотя я бы назвал его как-нибудь иначе так, что я буду исследовать? у меня есть спид-модуль открылся второй давайте всё-таки солнечную технологию откроем и или электронику продвинутую ну, давайте этот выбор сделаем уже в следующей серии займёмся там следующим тем, чем мы займёмся то, что у нас будет актуально на очереди а на этом я с вами, ребят, прощаюсь тем более опять почему-то затормозило всё к непонятным причинам мне вот пишите комментарии ставьте лайки и я надеюсь, что развлекаю не только себя но и вас спасибо за просмотр!